откатал сегодня свои два часа первые сорян что я не снимал там просто первые часы хотел сконцентрироваться именно на покатушке камера еще немножко мешала смотреть по сторонам лет после мотоцикла легкий кажется после мотоцикла он вообще не едет на фига жесть заново к нему привыкать надо я такой весь в экипе блять полностью экипированы с ног до головы кожи и на скутере нормально блин нам прямо ну ничего хорошо так покатались я беру только блин я сниму наверно в следующий раз в этом в этот раз цена и для за просто сконцентрироваться хотел ну знаете чем не понравилось сегодня почти не глух так что я доволен в целом следующий раз следующая покатушка будет еще раз площадка а потом уже скорее всего бы в город выезжать сегодня тренировался такой смола медленно славом делал между пилонами потом восьмерку крутил стоп в принципе эти базовые упражнения отрабатывал так не нам нельзя еще хотел здесь свернуть в общем от инструктора ничего такого плохого свой адрес не слышал так что все нормально следующий раз у меня в четверг 28 числа как раз через неделю скутер после мотоцикла немножко непривычно интересно просто сейчас выгляжу так странно наверно в этом экипе когда экип стоит дороже блять чем мотоцикл мопед погода тоже сегодня удалось нормально и холодно не жарко я думал сегодня спарюсь в этом в кожаном экипи хотя нет нормально все прошло термобелье спасает очень сильно там чувствуется что даже как бы немножко потеешь и влага как бы отводится от тела быстро то есть вообще как сегодня все было я приехал в общем в автошколу приехал мой инструктор мы сели на мотоцикл вдвоем я сзади спереди мы приехали на площадку тут недалеко минут десять такова минут меньше 10 минут езды ну и там по упражнялись потом поехали в автошколу обратно я взял свой мопед и поехал сейчас домой в следующий раз я непосредственно сразу поеду на площадку там встретимся с ним и покатаемся а потом уже будет когда город я наверно буду также приезжать в школу там садится на мотоцикл он на свой и будем вдвоем скажем так накатывать по городу хотелось бы конечно уложиться в меньше часов чтобы по деньгам не час часом час вождения обходится 55 евро то есть 55 минут у них час под 55 евро получается евро за минуту многовато в той школе где и раньше был записан там ценники немножко другие а кстати забыл сказать он еще мне здесь рассказывал ну вообще как устройство мотоцикла где там жидкости заливать ну в общем по панели инструментов ну в общем ну по приборке там все рассказывал как положено на первом занятии ничего такого сверхъестественного я стоял молчал кивал чтобы он побыстрее рассказал и побольше покататься мотоцикл кстати был судзуки гладиус ничего классный вот даже в сравнении с триумфом на котором я тренировался он лучше показался плавнее как-то дружелюбней как это принято говорить реально на триумфе я глох чаще блять скорая не пропустить эй нет чё он я думал ехать хочет с сиреной ехал гудел напугал меня только так сейчас домой приеду надо пообедать потом маленько проголодался пока катался ладно и ребята я искренне надеюсь что в этот раз звук запишется нормально сейчас вроде как все нюансы камеры учел должен записаться зашибись а то прошлую покатушку я так долго катался думаю покатаюсь по городу расскажу вам что-нибудь покомментирую ну в общем так хорошо покатался а потом на постобработке понял что звук то есть он записался только не на петличку а на внешний микрофон камеры соответственно там ветром все задуло и нифига не понятно или нифига не слышно в общем лажа полная мне пришлось просто накинуть музычку и все плюс опять же я еще там снимал в этом разрешении 2к что полным редом оказалось больше не буду снимать в 2к лучше на посте растягивать до 2к чтобы потом от ютуба получать нормальный кодек и чтобы в хорошем качестве было иначе если вожди заливать то ютуб пережимает видосы очень сильные качество и теряется снимаешь вот так вот делаешь красивый ролик качественный все блядь заливаешь на ютуб и понимаешь что нафига ты все это старался делал все равно там все сжалось до а как блядь даже слова там не что-то я не могу найти ну ладно вы поняли самое главное так что мы так медленно едем у нас что здесь знак 30 или что парковку ищет что что он хочет а а ладно оба болтают там две тетки ну ладно мне не жалко я вот смотрю кстати иногда эти на дорогах там неадекватов всяких там ну кстати с регистраторов там показывают нарезки всякие ну иногда нравится смотреть вот понимаешь что вот в большинстве мудаков это как раз люди которые снимают все это на камеру вот скажем ситуация человек едет и с правой стороны ну просто там человек пытается влезть на первый взгляд кажется конечно куда он лезет с правой стороны мудак ну а с другой стороны водитель который это все снимает ну тебе что блядь жалко уступить ну просто сбавь ты скорость видишь два потока в один сливаются ты не обязан там уступать там знак или еще что-то ну если уже человек попал в такую ситуацию ну просто притормози дай ему встать нет он же сука принципиально будет жаться к впереди едущему принципиально не уступит а потом доводят до аварии вот таких мудаков я считаю надо прав лишать потому что это не нормальная езда но если ты видишь человек в ситуации что он справа ну ему некуда больше деться блядь ему либо остановиться либо чё ну или там поток сильный ну блядь ну пропусти ты сложно что ли от тебя убудет вот надо думал может быть на стриме как нибудь пообсуждать такие ролики как вы насчет этого просто посмотрим какой нибудь видос и вот осветим ситуацию скажем так немножко с другой стороны не с той стороны с которой мы как бы привычно осуждаем как правило те кто снимает мы поддерживаем да вот он справа лезет там или слева блядь мудак негодяй так ему и надо а попробуем немножко посмотреть на ситуацию с другой стороны есть да есть мудаки которые там ну нарушают лезут но это не всегда так просто мы привыкли реагировать импульсивно мы видим что нам показывают вот смотри мудак и мы такие смотрим да да мудак так ему и надо вот даже комментарии если посмотреть фидосом но это ребята не всегда так вот честное слово вот в германии мне что нравится здесь вот в автошколах учат в билетах да очень много вопросов на эту тему допустим у тебя ситуация и ты прав ты как бы пропускаешь или нет там ситуация такая правильный ответ всегда пропускаю даже если даже если у тебя преимущества и чтобы не создать пробку чтобы не создать аварийную ситуацию лучше пропустить тебя не убудет так что ребята давайте подумайте как вам эта темка интересно нет я думаю может быть на стриме реально просто посетим поугараем над видосами и рассмотрим как бы ситуации спасибо